Дорогие друзья, в рамках шестой всероссийской акции «Дарите книги с любовью» Тамбовский поэт и прозаик Марина Евгеньевна Ермакова подарила нашей библиотеке свою новую книгу «Семь сказок для Дианы». Сотрудники библиотеки решили познакомить вас с ними. Приятного вам прослушивания! Первая сказка называется «Сказка о лягушонке по имени Аква». В одном большом болоте, которое находилось в лесу, жил лягушонок по имени Аква. Он очень любил петь. День и ночь раздавался его тонкий звонкий голосок. Остальные лягушки вторили ему, но его соло нельзя было спутать ни с чьим пением. Однажды мимо болота проходили старик и маленький мальчик. Они собирали в лесу грибы. Трясина была затянута тиной, вода в ней булькала и казалось, что болото живое. Еще оно пело. Это был хор лягушек. Далеко доносилась протяжная многоголосая «Ква-ква-ква». Мальчик спросил у старика «Дедушка, а кто здесь так поет?» «Лягушки-внучок. Они живут в этом болоте», – сказал старик. Мальчик остановился, стукнул палкой по траве и увидел, как одна лягушка прыгнула из травы в болото. Лягушки заквакали тревожно, и песня лягушачья расстроилась внезапным вмешательством в болотный мир. «Не надо тревожить их», – посоветовал дедушка. «Давай лучше послушаем, как они поют». «Давай», – с радостью согласился внук. Старик и мальчик стояли у болота и слушали пение лягушачьего хора. В лесной тишине, где даже деревья боялись пошевелить своими ветвями, где, казалось, затихли все жители леса, где даже неслышно было птиц, жило и пело одно болото. Над болотом кружилась мошкара, и лягушки, прыгая, ловили своими языками насекомых. Слушая внимательно лягушачьи пения, мальчик заметил, что у квакушек есть солист, и он поет не так, как все остальные. «Деда, послушай, все поют ква-ква-ква, а один голос поет аква-аква-аква». В самом деле, согласился старик, этот голосок самый звонкий. Они так заинтересовались таинственным артистам, что стали внимательно слушать, откуда раздается необычайная аква-аква-аква. Вскоре мальчик увидел на большом листе водяного растения маленького лягушонка. Он пел, не переставая. «Ты кто?» – спросил мальчик. «Я, лягушонок-аква», – ответил тот и снова запел. «А почему ты поешь, не как все?» – не унимался мальчик. «Не мешай мне петь», – сердито сказал лягушонок. «Но мне интересно», – настаивал мальчик. «Разве тебе жалко ответить мне? А давай с тобой дружить». Дедушка не слышал разговора внука с лягушонком. Он стоял, слушал болото и думал о своем. «Хорошо», – сказал лягушонок. «Я расскажу тебе свою историю, но ты должен разгадать три загадки. Скажи, пожалуйста, кем я был, пока не превратился в лягушонка?» «Знаю, знаю», – обрадовался мальчик. «Ты был головастиком». «Правильно», – сказал лягушонок. «А чем мы, лягушки, питаемся?» «Разными насекомыми, червями, улитками и мелкими рыбками», – ответил быстро мальчик. «Мы это проходили в школе». «Молодец, а чего мы боимся?» Мальчик растерялся. Он не знал ответа на этот вопрос и очень расстроился. «Хорошо», – сказал лягушонок. «Я подскажу тебе, почему мы почти всегда в воде?» «Наверное, вы без нее не можете», – догадался мальчик. «Да, мы дышим не только легкими, но и кожей. Если кожа пересохнет, то мы умрем». «Что ж, я расскажу тебе свою историю. Когда я родился, я был ужасным головастиком, впрочем, как и все. Но я очень любил пить воду и никак не хотел превращаться в лягушонка. Все мои братья уже стали лягушатами, а я все оставался головастиком. «Наконец я стал превращаться в лягушонка, и первое, что я сказал, было «аква», что значит «вода». Так меня и прозвали лягушонком «аква». Лягушонок снова запел и вдруг пропал из виду. Мальчик искал его глазами, но все было напрасно. «Деда, а почему «аква» – это вода?» – спросил он у старика. «А ты откуда знаешь?» – удивился дедушка. «Да, аква на латинском языке означает «вода». А мне лягушонок рассказал. «Его зовут Аква», – ответил мальчик. «Выдумщик ты мой!» Дедушка потрепал внука по голове, обнял его, и они пошли дальше. Мальчик шел и думал о лягушонке «аква». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!